Мне так, блядь, не хватает себя. Ты вообще не очень умеешь ныть. У меня есть власть. Ого! Матерюсь больше, чем во всех предыдущих сессиях. Лывек написал что-то негативное. Лайкнул все негативные комментарии. Я сижу и думаю, ты же прям лох. У меня куча любопытства. Я прямо чувствую, как у меня энергия поднимается. Неделя очень быстро прошла, на самом деле. Я не заметил. Я как будто бы с одной стороны вчера здесь был, а с другой стороны месяц назад. Не понимаю. Очень насыщенная неделя была. Повредился вот на съемке. Я продолжаю, на самом деле, наблюдать за своей зависимостью от мнения окружающих. Я прям начал замечать, что есть прогресс. И это сказывается отлично вообще на всех сферах жизни. После таких разговоров, конечно, какой-то порядочек в голове наступает, так или иначе. Я ничего не ожидаю от сегодняшней сессии. Я не люблю чего-то ожидать. Пускай клишировано прозвучит, но я знаю, что в любом случае это пойдет на пользу. Я не хочу никогда ничего, ни от чего ожидать. Потому что там разочарование. Сейчас скажу. Блин, хочу полностью поменять вот это. Не знаю, не знаю. Пусть как идет, так идет. Мне больше нравится в этом плане таким образом поступать. Ой, как обходить долго. Сегодня чуть медленнее обычного. Я не буду делать вид, что я не знаю, что с тобой случилось, потому что мы уже виделись. Осваиваю. Не думал, что к 29 годам у меня появится трость в арсенале. Что там дальше? Будем как-то. Да будем нормально. Это сегодня даже особо не сказалось на моем настроении. Хоть я проснулся с достаточно адской болью. Тяжело было вставать, одеваться. Но я все равно это не сказалось на настроении, потому что это ничего не поменяло бы, в принципе. Слушай, а вот интересно. Это у меня как-то сказывается на настроении, физическое самочувствие. А вот ты говоришь, что у тебя не сказалось. Ну, оно же никак не изменит ситуацию. Не изменит. Ну, и зачем? Я же сам вправе выбирать реакцию, эмоции. Понятно, что неприятно. Понятно, что я испытываю боль. Ну, я прям побоялся даже слегка. Ну, что, моя задача была просто съездить к врачу, узнать, что это такое, замотаться там и так далее. И сегодня вот после этой съемки опять поехать к врачу, если успею. А если я подгоняться по этому поводу буду, или жаловаться, или ныть, мне только хуже будет. Зачем мне несколько больных точек? Мне хватает вот этой вот штукой. Вспоминая предыдущую сессию, это как будто вообще про тебя. Когда есть какая-то сильная эмоция, ну, болевая точка, то ты ее оставляешь где-то в стороне и стремишься туда не смотреть. Вот. Я тебе сейчас это возвращаю не для того, чтобы мы это что-то там сильно обсудили там. Нет, не обязательно. Это просто то, что я вообще про тебя замечаю. Да, что вот за несколько сессий я уже вижу твой процесс. Ты думаешь, я реально типа оставляю, не заглядываю там, где неприятно. Мне всегда казалось, что я наоборот проживаю. Ну, ты сказал такую фразу, что там это, ну, не сказалось на моем настроении. И как будто есть, я могу ошибаться, да ты будешь меня сейчас поправлять. Как будто есть часть, которую ты игнорируешь, что ли? Ну, возможно, есть такое, но опять же, мне кажется, что я проживаю какие-то вещи, не люблю особо прятать их. Возможно, есть какие-то вещи поспрятанные, но я просто их не помню. Еще я замечаю, что у нас с тобой появился третий. Это твоя трость. Ты с ней тоже совершаешь всякие манипуляции. И это тоже часть нашего процесса. Это как ты бы сидел, например, не знаю, что-то крутил бы в руках. Ну, мне да, и что угодно в руки. Я буду это всегда как-то что-то делать и так далее. Я, в принципе, такой человек. Если бы не было ее, я, может быть, ногой бы подергивал или еще что-то. И это тоже часть процесса, который происходит с тобой. И я тебе или предлагаю тогда, ну, так как ты вот эти манипуляции совершаешь, есть два варианта. Или тогда мы начинаем с тобой осознавать, что ты делаешь, что ты сливаешь сюда, какую часть своих эмоций, своей энергии сюда сливаешь. Или тогда мы убираем трость, и тогда я, ну, фокусирую тебя на том, что происходит без нее. И я понимаю, что с таким клиентом, как Ильдар, который и так ускользает, он и так трудно соприкасается со своими чувствами. Да, может быть, только со мной так. Может, он в жизни другой человек. Или, точнее, только в нашей ситуации он таков. В своей жизни другой. Но сейчас я вижу, что благодаря тому, что у него что-то появляется в руках, на наш контакт еще меньше чувств остается. Поэтому тут уже пришлось включить это в работу. Это так же, как с курением. Если клиент во время сессии говорит, а можно я покурю? Можно. Но если мы будем про это работать? Не просто, что ты сидишь и часть своих чувств куда-то сливаешь, а что ты осознаешь, что ты сейчас делаешь. Зачем тебе эта сигарета понадобилась? Выбирай. Я не могу ее игнорировать и делать вид, что ничего нет. Хочешь, я ее заберусь и себе положу? Я лежит. Нормально? Ладно, просто если заметишь, что ты... Сейчас смотри, буду кольцо крутить. Ага. Ну, это очень прикольно. Оно всегда само таким образом происходит. Это прикольно. Это можно поисследовать. Да, там, если, например, ты заметишь сам, вот я тебе сейчас даю задание. Если ты заметишь, что когда у нас какой-то разговор пойдет и тебе срочно захочется что-то начать делать, то прямо отлавливай себя и будем разбираться, что ты убираешь. Хорошо. Мне кажется, я всегда что-то делаю. Ну, это ужасно и интересно. Я всегда, типа, я там отсматриваю, словно монтаж подкастов. Я же... У меня есть власть над камерами. Я могу смотреть всю дорогу, что я там делаю. Я постоянно что-то, куда-то, как-то, как будто бы мне чуть-чуть поспокойнее становится. Ого! Когда люди что-то вертят в руках или что-то рисуют, ну, там обычно какая-то эмоция, которая не привносится в контакт. Обычно там, например, страх или тревога, от которой человек избавляется, потому что ему трудно это чувствовать, трудно это переживать. Более того, он не знает, как это разместить между нами, потому что не очень-то много людей ходят к психологу и вообще замечают себя, замечают свою тревогу. А если заметили тревогу, то что с ней делать? Поэтому это, ну, какие-то очень естественные моменты, которые человек сам себе придумывает в ходе жизни, чтобы вот избегать каких-то своих трудных чувств. Ты сам сказал, что тебе становится спокойнее. Это значит, что внутри есть, похоже, ну, беспокойство? Не знаю. Да как такового, наверное, нет. А что тогда спокойнее становится? Я активный очень. В принципе, от природы. Или не от природы, не знаю. И мне хлебом не корми, дай что-то потрогать, поддержать. И ой, я вот, например, даже обращал внимание на то, что на любом мероприятии или где-то еще, мне правда комфортно стоять не с пустыми руками. Да, это туда же. Это вот ровно то, о чем я говорю. Ну, типа, стоять пустыми руками, это просто какой-то трэш. Я не могу. Нужен бокал, стакан. Неважно, это алкоголь или нет. Сейчас я могу просто взять бутылку воды, мне будет с ней комфортно. Комфортнее, чем без нее, потому что некуда, ну, куда-то хочется деть руки, что-то еще. Это как бы до сих пор есть такое. И смотри, ты когда это показываешь, ты даже немножко скукоживаешься. Ты говоришь, без нее, да, и у тебя тело идет вперед, и ты как будто уменьшаешься в пространстве. Ну, то есть очевидно, что-то в этом есть. Вот, я сейчас просто тру пальцы. А можешь, давай эксперимент сделаем. Ты можешь тереть их сильнее и сконцентрироваться только на этом ощущении? И прям делать это чуть утрированнее, чтобы это стало твоим основным процессом. Глупо все ощущаю немножко сейчас, потому что я прям сконцентрировался на этом, не понимаю, зачем я это делаю. Ага, ну ты же это делаешь все равно. Ну, в смысле, когда мы разговариваем, ты же все равно это делаешь. Ну, я даже, я же не как-то утрирую, я так вот. Да, попробуй. Просто вот так вот что-то поделать. Ну, вот это вот все. Не знаю, я как будто всегда таким... У меня куча любопытства. Я прямо чувствую, как у меня энергия поднимается. Вот этот процесс с тобой исследовать. Но я не знаю, что ты сегодня хочешь. Да я всегда на самом деле прихожу без запроса. Вообще абсолютно. Я, конечно, думаю заранее, что сказать, что это, а потом понимаю, что мне хочется надумывать. В принципе, много в теме есть, покопаться много интересных приколов, наверное. Ну, тебе самому, что актуально сегодня у нас? Целый час для тебя. Ну, то, о чем... Это продолжение вообще темы нашей основной, моей основной, про зависимость от какого-то мнения окружающих. Я подумал, что это связано так или иначе с какой-то несамостоятельностью, может быть. Иногда с перекидыванием даже ответственности на кого-то другого. Потому что часто так происходит, что когда ты спрашиваешь, что у меня в работе, например, мне надо согласовать что-то. Я там спрошу у нескольких перед тем, как дам какие-то правки, например, в сведении песни или в монтаж. Это же всегда перекидывание ответственности или желание услышать норм, не норм. Я наблюдал в последнюю неделю как раз за этим и перестал это делать. И как будто вышел чуть-чуть на другой уровень качества того, что я делаю, потому что там стало больше меня, а не ребят, которым я, безусловно, очень доверяю, с кем я советуюсь. Но все равно это все про какую-то не безответная, не самостоятельность. Я достаточно, точнее, я относительно самостоятельный, я все равно хотел бы ответственнее подходить вообще к себе. Ну, то есть не ждать чего-то от других, не скидывать ни на кого. Это все про вот эту историю, типа про мнение окружающих. Просто как будто хочется с другой стороны на это посмотреть. Другой аспект этой проблемы рассмотреть. Если там мы поговорили, я замечаю какую-то, какой-то прогресс я замечаю, то хочется 360 вообще понять это, потому что мне очень важно понимать. Правда, когда я что-то понимаю, именно головой, то мне очень легче становится уже и чувствовать. Если ты говоришь, что лучше действовать через чувства, мне правда проще через мысли. Потому что сначала мне важно типа разжевать это, и только потом я это могу прочувствовать, пропустить через себя. Действительно, есть люди, которые очень рациональны, им надо все понимать, но ведь это и есть их трудность. Это, с одной стороны, то, как они сформировались, это способ, который им помогает в жизни адаптироваться. С другой стороны, это и есть то место, под которым скрывается какое-то чувство. Ну а что вдруг, ему надо все понимать? Ну просто так, да, вот человек такой? Нет. Под этим лежит, скорее всего, какой-то пласт очень сильной тревоги. Ну вот эти все вещи, они же не просто так появляются. Смотри, как мы можем делать. Я могу тебе какие-то штуки объяснять, да просто там, почему мы это делаем, зачем мы это делаем, но спрашивать я все равно тебе буду про чувства. Да, хорошо. Потому что так работает подход, в котором я работаю. Вот, поэтому. Как бы просто объяснять вообще, пожалуйста. Я заметила такую штуку, сейчас тебе ее верну, и ты скажешь, возьмем мы ее в работу или не возьмем. Я рискую, когда я сейчас это говорю. Когда я попросила тебя начать крутить палец, да, сделать это более осознанным, ты сказал, что ты чувствуешь себя глупо. Почувствовал в какой-то момент. Глупо — это все-таки оценка. И твой запрос, он тоже про оценку. Я бы предложила тебе поисследовать здесь и сейчас, вот в этом конкретном моменте, как это рождается, что за этим стоит, вот за этим ощущением себя глупо. Как ты на это смотришь? Я пробую понять, как это сделать. Нет, я тебе все помогу. Просто если тебе такой формат интересен, поработать как бы здесь и сейчас. Не в мыслях, о, там и тогда, как у тебя тут, как там, а вот прямо, ну, потому что это уже возникло. Тогда я попробую, я не попробую, я попрошу тебя поделать еще раз, ну, например, вот это, то, что ты сейчас делаешь, ну, вот, да, и делать это более осознанно и посмотреть, что с тобой будет происходить. Просто понаблюдай, какие ощущения будут появляться. Делать это утрированно. Я не знаю, как описать, но я сейчас понял, как будто бы, для чего это. Это помогает ощущать себя как раз-таки здесь и сейчас обычно мне. Заземляться, понимать, чувствовать что-то, чувствовать реальность. По-моему, в фильме это было. Я вспомнил, что это было в фильме «Начало», кажется. Вот, возможно, то же самое. Типа, вот, я чувствую землю. Типа, я чувствую, что, ну, нахожусь здесь, мне комфортнее становится, не спокойнее, а скорее просто комфортнее. Слушай, а что такое вот это комфортнее, спокойнее, что, блин, вот про связь с реальностью хочу больше понять, пока не понимаю. Что это? Ну, у меня всегда, когда я говорю, у меня просто нескончаемый поток мыслей. Я не контролирую речь, я просто полностью озвучиваю мысли вслух. Не бывает такого, что я сначала подумал, о чем говорить, а потом говорю. Это всегда поток. И, как правило, от одной ветки вырастает другая, и вот уже прошло пять минут, и я вообще в другом месте. Абсолютно. И забыл, с чего начинал. И как будто вот эта штука помогает мне чуть-чуть сконцентрироваться. Наверное, так бы я это описал. Напоминает, ну, то, что ты описываешь, напоминает СДВГ. Это... Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Да, да, да. Что как раз скачки мыслей. Ну, я сам себя его диагностировал, да. Да, постоянно. Я точно не диагност, но из того, что ты перечисляешь, такой... Я читал много и смотрел про СДВГ, мне все подходит. Вообще. Вот я там в каждом моменте мне резонирует, что оно есть. Ну, самому ставить себе диагнозы неправильно, конечно, но я сколько себя помню, я был невероятно активным, и... У меня соверш... У меня огромные проблемы с удержанием внимания. Ну, точнее, вообще у меня практически не существует внимания. Я не могу сидеть на месте, я захват... Могу схватиться за все и сразу... Могу резко загореться чем-то и так же резко потухну. У меня очень много... Очень много симптомов, которые есть у СДВГшников. Ну, конечно, я думаю, что надо сходить проверить, чтобы точно знать. А с другой стороны, а надо ли мне точно знать? Хороший вопрос. Слушай, тогда вернемся к твоему запросу про мнение со стороны и отсутствие твоей опоры на себя. Тогда расскажи больше про это. Как ты сейчас опираешься на себя? Нет? Вот прямо здесь и сейчас. Да, я определенно увереннее стою на ногах. Просто более ясно стало, что что есть это мнение, что нет его. Я там сколько больше десяти лет смотрю комментарии, они вообще не меняются. Не бывает там ничего интересного. А то либо пишут, что это либо хорошее, либо плохое. Все. И ты как бы просто... И цепляюсь за плохое. Я такой, блин, он не прав. А можешь побольше немножко рассказать про цепляюсь за плохое? Вот это само ощущение. Вот ты видишь плохой комментарий. Ну, я вижу какой-то негативный комментарий. Видел скорее, потому что сейчас проще к этому отношусь. Я скажу, что было пару месяцев назад и что есть сейчас. Пару месяцев назад уже с огромным стажем работы в интернете, взаимодействия с очень большим количеством человек. Я пролистываю типа 20 хороших комментариев и цепляюсь естественно за плохой какой-то и думаю, блин, ну ты какую-то деятельность вошь, ты че, блин, и меня задевает это на микросекундочку типа и отпускает дальше. Сейчас я вижу негатив в комментариях и у меня все равно это вызывает как бы эмоцию, но уже как будто эмоцию жалости к человеку. Я прям недавно подумал о том, что прикинь, человек, я вот прям видел это под комментариями по подкастам, человек написал что-то негативное. лайкнул все негативные комментарии и ответил на них. Типа он прям уделил очень много времени тому, чтобы доказать, как я ему не интересен. И меня это сейчас разъебывает скорее. Я такой, блин, приятно. Но все равно я обратил внимание, что я все еще небезразлично к этому отношусь, а теперь скорее высокомерно. Типа я бежала за вами, чтобы сказать, как у меня различные. Ну, в голове у меня, это я сейчас так говорю, а в голове я вижу человека, который типа из ряда вон, ну, просто или там на видео какой-нибудь стример, да, который пытается хуй 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 меня, я сижу и думаю, ты же прям лох. Типа прям искренне я сижу и мне его жалко. какая это эмоция-то? Чего тебе его жалко вдруг? взрослый взрослый человек, который таким образом переживает негатив, ну, то есть ему определенно я не нравлюсь, и он уделяет кучу времени, чтобы это посмотреть, чтобы на это среагировать, чтобы выложить это в интернет, и так далее. мне прям жалко. Как тебе от этого? Как тебе от этого? Сейчас льстит как будто бы. Он мне вызывает это чувство превосходства, да, чувство превосходства. Типа раньше было обидно, а сейчас я прям чувствую власть, типа какую-то, потому что я такой, типа я что-то делаю, пока я шевелюсь, я двигаюсь, я зарабатываю, все, что делаешь, ты это реагируешь, типа, на то, как я это делаю, ха-ха. И кто из нас вот так. Злорадство, блин, да есть, есть. Все равно, я говорю сейчас про негатив, он все равно во мне есть, но только теперь в такой форме. А я пока не знаю, чем с тобой сегодня заняться. Никак не могу поймать какую-то твою эмоцию или какую-то точку, с которой можно начать. Ты вроде говоришь сначала там, описываешь ситуацию, где ты опираешься на других людей, где тебе хотелось бы больше опираться на себя. Еще до этого появилась эмоция, я чувствую себя глупо, там тоже вроде бы в этом есть жизнь. Но когда я начинаю тебя про это больше спрашивать, ты такой, я вообще совсем справляюсь. Я два месяца назад был один человек, сейчас я другой человек, тогда я не знаю, в чем тебе помогать. Я все равно прохожу этап этот перемен, мне очень хочется больше понять вообще про себя, где гарантия того, что через два месяца я не бэкапнусь до предыдущего сохранения. Никаких гарантий. Потому что это неоднократно происходило, меня мотало не один раз. Вообще, а хотелось бы как-то балансировать. я человек идущий к балансу. Я человек крайностей, который все равно оттачивает эти грани, чтобы рано или поздно прийти к балансу. Мне кажется, в каких-то сферах жизни у меня это вроде получается. И вот я сейчас на этом пути, поэтому мне вообще в принципе интересно поразговаривать, поразгонять и что-то нащепать там, потому что у меня правда нет какого-то конкретного запроса. Очень важно в работе с клиентом найти его мотивацию. И поначалу я не видела мотивации о чем-то говорить. Тогда работа невозможна. И когда Эльдар сказал, что я ему говорю там, ну у тебя сейчас все хорошо. Как бы, да, там то, что было два месяца назад, но я же не могу работать с тем, что было два месяца назад. Могу работать только с тем, что болит сейчас или с тем, что интересно сейчас. И он как раз сказал, что а вдруг я опять откачусь? Ну, то есть он себя уже таким знает, что хорошо-хорошо, а потом раз откат. И для меня, как для психолога это говорит следующее. Значит, у человека есть какой-то повторяющийся паттерн, но он же неспроста повторяется. Он повторяется, потому что две части хреново взаимодействуют. Кто его откатывает туда? Внутренний ребенок. Он его пытается схватить и говорить, я теперь главный, да, я там всем управляю. А внутренний ребенок сильней. Что бы ты мне хотела рассказать? Просто поделиться со мной как с человеком? Или ничего бы не хотел? Что сейчас вообще хочется? Это все о том же, на самом деле. Сейчас скажу. Контроль. Я говорил, что я считаю себя сильным внутри человека, но есть слабости. Все это касается самоконтроля. Очень мне хочется говорить, что очень тяжело, это неправда. Просто я не справляюсь, вот так правильнее будет сказать. Я не справляюсь с самоконтролем. Я пытаюсь, но я не знаю, мне кажется, я в тупичке небольшом, потому что я не могу взять самое главное в уроке. Я до сих пор типа скачу по уровню сахара почти каждый день. Почти каждый день. А это про самоконтроль. Но я не могу, я очень хочу этого говна на ней поесть с кучей соуса или чего-то еще, потому что я очень люблю вкусно есть. Я не хочу есть вот это, я хочу вот это, я просто переколюсь и поем. Вот какие-то такие вещи. А самоконтроль, он, расскажи больше, чтобы я понимала, в чем бы он заключался. Не нарушать данные себе обещания, например. Да, было бы прикольно. Каждый раз, когда я делаю то, что я делать не должен, или то, что мне нельзя, то, что я обещал себе не делать, я в этот момент забываюсь очень сильно. Не могу сказать, что я такой, а ладно, сейчас делаю, пофигу, я сначала делаю, а потом думаю. И в этом нет, это просто на автомате иногда происходит, и в этом нет никакого самоконтроля. Мне бы очень хотелось, прежде чем приступить к какому-то действию, остановиться и сделать выбор. А не сначала сделать, а потом сказать, ой, что-то я на алкоголе выпил, как это было полная жизнь, или то, что касается питания, или еще чего-то. Все, у меня есть эксперимент для тебя. Интересно? Ну, конечно. Короче, смысл в том, что я хочу попробовать рассадить две твои части. Одна часть будет контролировать и говорить с тобой голосом контроля, а вторая часть будет говорить, я люблю вкусную еду, я люблю жрать, я лучше потом переколю, сиди в жопу вообще. Ну, какие-то вот такие штуки. Мне очень интересно, как они могут взаимодействовать. Если тебе тоже интересно, давай попробуем. Ну, я уже так делал. Делал? Ну, я же, конечно, разговариваю сам с тобой дома. Слух. Ага. Ну, типа, я прям перед зеркалом стою и говорю, ты еб что ли, ну прекрати. подожди, если согласен, давай тогда начинать эксперимент. Итак, нога твоя. Хорошо, что она в таком состоянии, не буду тебя гонять с места на место. Итак, когда ты берешь бутылку, то это будет какая часть? Контролирующая или которая хочет расслабиться? Которая хочет расслабиться, потому что она как раз чаще всего с бутылкой. Все. Тогда мы ставим бутылку рядом с тобой. Так, расслабиться. Ага, а контролирующая держи. А контролирующая давай вот это возьми. Давай, давай. Зашибись. Все. Контролирующая лежит здесь. И поговори со своей контролирующей частью. Прямо скажи туда, сколько можно меня контролировать? Я хочу еды. Ну, какой-то свой текст. Я бы, можно начать с нее? Давай. Держи. Потому что вот эта часть обычно отвечает за оправдание. Супер. Погнали. Соответственно, она будет отвечать. Давай. Слушай, только давай, надо еще, знаешь как, надо ее еще представить. Какой ты расслабленный, что в тебе появляется? Чувствуюсь какой-то легкости, свободы. Вот этот вот конкретно, вот этот персонаж, он пьяный, он опуренный, может быть, или что-то такое. Он сейчас тусует с какими-то непонятными, малознакомыми девочками и мороженое выпоел с сахарным диабетом. Вот всякое такое. Все. Вот он здесь, пьяный с девочками, мороженое уже идет за мороженым, а ты его контролирующая часть. Блин, мне тепло становится, когда ты это говоришь, это ужасно. Класс, здорово, что ты это отслеживаешь. Тебе тепло становится, когда я описываю, да? Да, 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 что он пьяный с девчонками, я такой, блин. Но тебе тепло, как в этой части, не как контролирующий. Не как контролирующий. Давай сюда. Ага, супер. Попробуй. Сейчас вот это вот ощущение, еще просто про него расскажи. Мне нравится чувство легкости в этом, во всем, что тебе не нужно постоянно думать, что тебе не нужно, ты не подгоняешься, что ты просто живешь, живешь, как будто ты вечный подросток, как будто тебе все можно, перед тобой весь мир, и ты выпил какого-то количества алкоголя, ты, он, этот алкоголь дал тебе суперсилу в виде бесконечной общительности, понимания какой-то любви ко всему абсолютно, нет никакого душнилого, нет никакой драмы, можно буквально все, все сейчас вообще в моих руках, и ощущение того, что так может быть всегда, что ты какой-то бессмертный абсолютно. Прямо скажи, я бессмертный. Я бессмертный, я вечно пьян, я не стареющий, прикольно, все вообще нравится. И прямо чувства свои, какие вот это, я бессмертный вообще. Я чувствую, я не знаю, это чувствую или нет, радость, свободу, легкость какую-то. Да, да. И прямо почувствую себя радостным, свободным. сейчас, подожди, давай. А вместе с этим за ним сразу приходит чувство грусти, ответственности. Понимание того, что я прямо сейчас убиваю себя, потому что не способен контролировать, потому что я не могу остановиться с алкоголем. непонятно с кем сейчас, непонятно, чем это закончится. Может быть, я утром проснусь и буду подгоняться по поводу того, что ну все, в этот раз у меня точно будет ВИЧ или СПИД или что-то еще. И вот это вот бесконечное все. Чувство нелюбви к себе за то, что ты это делал, за то, что ты переборщил, перебрал, то, что у тебя все тело болит. И чтобы сейчас прийти в нормальное ощущение, нужно выпить еще, потому что только так становится легче. А прожить это похмелье до конца дня я ебал в рот вообще. И все вот это смешивается. Я понимаю, я смотрю в телефон, я понимаю, что у меня куча рабочих чатов и еще чего-то. И я все пропускаю, что я определенно точно какую-то возможность упустил. И это не просто ощущение, а это просто факт. Я что-то допроебал, я чем-то пожертвовал. Я не говорю уже про здоровье и так далее. Все, что я просто вот, ну типа, получил небольшого удовольствия в кредит и заплатил огромным количеством чего-то. И начинаю ненавидеть эту часть, договариваюсь, что ну не лай, все, мы завязываем, давай не будем. Я размеряю уровень сахара, он какой-то гигантский, блядь. Я договариваюсь с собой, что все, сейчас все будет в порядке. Я же знаю, как привести все в порядок. Ну, блядь, любая какая-то, ну что-то происходит, и я опять там. Сейчас, подожди, опять там, это здесь. Скажи этой части напрямую то, что тебе хочется сказать сейчас. Я хочу, чтобы ты выполнял данные из себя обещания, принял то, что ты сильнее, чем ты думаешь, чем тебе кажется, и мог справиться с этим самостоятельно, потому что часто, часто какие-то советы просишь, которые, ну, успокаивают тебя только, только успокаивают, и на деле ничего не происходит, как будто бы тебе сказали, что все получится, и у тебя уже все получилось, и ты продолжаешь идти гробить себя, прекрати гробить себя. Вспомни, как это, это вот он, это ты говорил с тем пятилетним ребенком, не я. Это ты убиваешь того ребенка. Ага, ага. Попробуй еще раз посмотреть на свою расслабленную часть, и вот это поделай, и прямо поосознавай себя, что вот это такое. Что это за эмоция по отношению сюда. Мне очень неприятно об этом говорить даже. Я понимаю, что я делаю какие-то шажки в правильную сторону, меня это радует, но мне все равно очень неприятно и жалко. Мне жалко. Ну, я ощущаю себя, вот точнее, вот эту часть себя просто конченым, жалким, слабым человеком. Скажи, ты конченый, жалкий, слабый человек. Если честно, когда я это произносил, я не верил в это. О, а попробуй, правда, вот что ты сюда хочешь сказать. Блин, ну ты молодец, там всякое. Ну скажи, это из контролирующей части или нет? Это вообще целостная часть, которая, ну я сейчас говорю ей, но я понимаю, что это и ко мне тоже относится, я не могу их разделить. Я не могу их разделить. Ну смотри, а из-за того, что ты не можешь их разделить, ты не можешь и договориться как будто. Вот, я понимаю. Они, понимаешь, они слиты. И по идее, вот я сейчас часть, которая объясняет, вот я тебе объясняю, что происходит. Обычно части надо интегрировать. Ну, все люди должны быть целостными. Но, если бы они у тебя внутри еще и взаимодействовали так, чтобы они договаривались, чтобы это работало на тебя, то не надо было бы их разлеплять. А мне сейчас важно посмотреть, что между ними происходит. Если форсировать результат эксперимента, то, конечно, моя цель показать клиенту, что его вот эта вот часть свободная, которая хочет тусить, она очень сильная. Люди часто думают, что они, ну, например, что внутренний родитель сильнее, потому что он главный. Только вот почему-то внутренний ребенок все равно управляет, и внутренний родитель не достигает тех вершин, например, которых он хочет. или, например, когда вопрос касается веса или еды. Внутренний родитель знает, что не надо есть там на пять тысяч калорий в день, это увеличивает количество жира. Но внутренний ребенок чихать на это на все хотел, и он ест. Но внутренний родитель будет не признавать, что ребенок сильный, он будет его ругать. И вот тут как раз, ну, какая-то моя глобальная цель показать важность вот этой части. Эльдар-то с ней борется. Он понимает, как осознанный человек, как, ну, вообще, он в своем уме, он понимает, что когда он делает так, у него повышается сахар, у него ухудшается качество жизни, он обо всем об этом рассказывал. Но он не признает, может быть, не осознает, как сильна вот эта свободная часть. И вот моя задача как раз в том, чтобы силу этой части показать. Ну, а дальше там у меня есть еще идеи, я их сейчас не буду озвучивать, потом, может быть, удастся реализовать. Блин, прикинь, я сейчас подумал, пока ты говорила, у меня мысль подвергнула в голове, что контролирующая часть по идее морально сильнее, но сильнее в итоге она. Точно, точно. И это стрёмно. Это очень... Ты признаешь сейчас, что она сильнее? Да, да, конечно. Скажи ему, ты сильный. Ты сильный. Ты сильнее, чем я. Ты сильнее, чем я. И сейчас прям осознавай свои чувства, как тебе это? Очень неприятно. Что ты? Мне очень неприятно. Что там? Какое это неприятно. Ну, я не знаю, как это описать. Я думаю, что понятно, что такое неприятно. Нет. Такой ком подбирается к горлу. Мне неприятно от того, что слабая часть сильнее, сильный. Это очень странно и парадоксально звучит. Почувствуй ком, который подбирается. Ну, сейчас пока подбирается. Он пока из живота пришел в грудь уже. Ну, покажи рукой, где он находится. Вот, сейчас здесь. Он был здесь. Я прям чувствую, как это поднимается. Продолжай смотреть на свою часть, на свою слабую часть, которая сильнее, чем ты. Прямо чувствуй свой ком. Сконцентрируйся только на этом ощущении. Что там? Я не думал ни о чем. Сейчас у меня получилось. И у меня как будто разгораться здесь даже началось. Ты можешь рассказать еще, как это разгорается? Я не понимаю. Оно тут прям очень горячо. И не в хорошем смысле. Не в типа, как тепло ощущается в душе. А именно, какой-то огонь. Не могу сказать, что это страх или паника или что-то еще. Продолжай смотреть. Просто очень резкое, резкое чувство. Очень резкое чувство. Повтори еще раз вот сюда. Ты сильнее, чем я. И просто продолжай наблюдать за своим вот этим внутренним ощущением. Ты сильнее, чем я. То есть обидно. Мне обидно, что ты сильнее, чем я. Мне обидно, что ты сильнее, чем я. У тебя еще так голос потише стал. Такой немножко, как поникший. Я бы хотел тебя победить. Я бы хотел тебя победить. Да, да, да. Я так неуверенно сейчас это говорю, как будто бы я не справлюсь. Как будто я не верю в себя. Скажи ему, я не верю, что я смогу тебя победить. Я не верю, что я смогу тебя победить где-то в глубине души. Но если честно, желание вы***ть жесткое, просто обешенное. Да. Попробуй соприкоснуться вот с этим чувством. Я не верю, что я не смогу тебя победить. Блин, я не понимаю смешанное чувство. Я как будто не верю, чтобы победить, но при этом не верю в то, что не верю. Вот как-то так. Это как будто два разных чувства. Да, да, два разных чувства. То есть в целом-то я понимаю, что я смогу, у меня достаточно силы. Ну просто ведь я все еще зацикливаюсь на мысли, что слабая сторона сильнее сильной. Это очень печально. Слушай, ну похоже, это правда так. Ведь ты не побеждаешь. Так я даже не... Он побеждает тебя. Я даже не стараюсь кого-то. Я пытнулся. Кажется, стараешься. Это пытка. Нет, это, знаешь, стараться и пытаться разные вещи. Смотри, кажется, сейчас ты начинаешь спорить уже со мной. Ну в смысле, что это параллельный процесс. Что ты как будто продолжаешь убеждать. Нет, я не понимаю, кто сейчас во главу стола выходит. То есть уже происходит этот диалог. Слушай, правда, вот интересно. Давай я тебе дам бутылку. Вот ты сейчас услышал, что твоя контролирующая часть сказала, что ты сильнее. Как тебе? Я знаю. Что чувствуешь в ответ? Мне сейчас все равно стало легче. Ну типа я расслабился больше. смотри. Да, да, я вижу, да. Типа все, сейчас поедем тусить. Но я все равно не могу сказать, да, мне помоя. Это, ну, этого нет уже во мне. Это как будто остатки. Вот я понимаю, что говорит контролирующая страна. В целом поддерживаю. На самом деле, пускай у него все получится. Скажи, скажи ей. У тебя все получится. Да, вообще я поддерживаю тебя. Я в тебя верю, у тебя все получится. Ты классный, разумный парень. Вообще здорово. Но хочется какое-то... Иногда мне хочется... Мне иногда хочется выходить. Мне иногда хочется получать то, что мне нравится, получать. Можно заметить, насколько сильна эта часть по позе Эльдара, которую он принял, как только у него в руках оказалась бутылка с водой. Ну, вот, очень заметно, кто всем заведует. Он из этой части, из этой позы говорил, ну, ты вообще нормальная к тебе отношусь. Да, нормальные у нас отношения. То есть, вот кто папочка-то, а не вот этот контролер душнила. Но пока вот эта часть не получит достаточно признания от контролера, пока они не начнут, хочется сказать, эффективно взаимодействовать так, чтобы он не убивал себя. Ну, так все и останется. Это может быть бесконечная борьба. Тоже, чем отличаются люди, которые работают с психологом и не работают с психологом. Когда человек не работает с психологом, он может 500 раз понимать, что да, у меня преобладает внутренний ребенок. Мне это не нравится, я буду это менять. А как ты будешь это менять-то, у тебя инструментов нет. Смотри, вы в целом как бы вы друг другу нравитесь, очевидно. Да. Но вот у этого расслабленного у него такая внутренняя свобода, бесконечная жизнь, вечный подросток, девушки, да, ну ты прямо ты тут расцвел. А вот этот контролирующий, он такой, он взжался. Душнила, да, жесткий вообще. Вжался, вот, у меня тоже это слово было. Вжался в кресло, что-то там ему говорит. Да, да, вот как будто хочется сжиться. А вот как он договорится? Рулит все равно вот этот, понимаешь, ты ничего с этим не сделаешь. Поэтому надо договариваться. душнила вообще-то тебе нравится. Что ты можешь ему сказать? Пускай он возьмет самое лучшее из того, что у меня есть. Это веселье, это жизнерадостность, это бесконечное. Ему кажется, не это надо. Ему надо, чтобы выжили долгое. Но при этом, но при этом, пускай не берет самое негативное, это плохое питание, алкоголь, беспорядочные половые связи, там, и так далее, и так далее. Потому что, в принципе, мы с ним знаем, что охуенно можно проводить время без этого. Мы уже пробовали, клево. Просто в какой-то момент он верит, что я все понял и выпускает меня. Ага. Вот. А нет, бывших не бывает. Ага. А как же так сделать, чтобы и эта часть была довольна, и ты ощущал все равно себя? Мне кажется, нам нужно продолжать пробовать, потому что у нас всегда есть прогресс. Абсолютно всегда. Впереди я чувствую просто потрясающее лето. И это куча красивых людей повсюду. Потрясающая погода, путешествия, там и так далее. И вместе с этим это будет потрясающим тестом на трезвость. Потому что хочется... Да мне тоже, в принципе, мне хочется тусить, веселиться, но хочется реально не употреблять алкоголь, например. Ну, типа, изредка только. Но ничего не могу поделать с питанием. Вообще, пока что. Возможно, надо научиться, потому что я никогда не ставил это как-то в приоритет. Типа, я же сколько лет пытался бросить алкоголь, а кучу знаю про это, поэтому мне намного проще контролировать поступление алкоголя в мой организм. А вот с едой надо будет, блин, поучиться. Потому что я недостаточно подкованный. Это так глупо звучит. Интересно, только ли в этом дело? Что только ли? Только ли в этом дело? Я просто... Я все равно хочу скинуть... Я все равно хочу скинуть, ну, чтобы за меня все это сделали. Я хочу, чтобы оно было готово. Вот. 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 И вот эта часть, она очень сильная. Она очень такая проявленная. Это часть, с которой ты борешься. И сегодня у нас, к сожалению, время с тобой заканчивается, но может быть, там, в следующий раз мы как раз продолжим... Да, диалог. Да, этот диалог их интегрировать, потому что ты меняешься. Ты когда вот в этой части в расслабленной, ты вообще такой, знаешь, король жизни. У меня даже ощущение, что сейчас, типа, через эти шуты мне яйца вывалятся, и мне пыль будет вообще вот, ну, настолько мне свободно и комфортно. Вот, вот, вот. А вот здесь, вот, ну, зачем так? Ну, просто идите, тебе же стыдно, потом будет. ну, ну, не знаю, я хотел бы, я бы хотел, чтобы они научились друг у друга лучшему. Это очень парадоксальная история про то, что я как бы и разделить их не могу, ну, и соединить тоже. Я не думаю, вообще, мне всегда взрывает голову, кого я сегодня забираю с собой. Все. Да. Бери все. Очень здоровский эксперимент. Я определенно заберу эту практику к себе в жизнь. Это помогает разделить то, что не разделяется обычно. Хоть сначала, конечно, немножко непонятно и некомфортно, но в какой-то момент я даже начал телом, как будто бы быть разным человеком по ощущениям. Поэтому это определенно лучшее за сегодня и я рад очень, что в моей жизни появилась вот такая практика. Это очень здорово. Вообще рекомендую попробовать людям, которые сейчас смотрят это. Это очень полезно и здорово. Возьми, попробуй, возьми на вооружение вот до следующей недели, прямо посмотреть, как твоя вот эта расслабленная часть, ну, так скажем, берет вверх. Понаблюдай, как ты переключаешься, как ты взаимодействуешь, как ты относишься из разных частей к своей альтернативной части. В следующий раз можно будет обсудить. Наблюдаю. Случился контакт под конец. Я просто правда, я же приезжаю каждый раз без какой-то конкретного, без какого-то конкретного запроса. И нужно время, чтобы подраскачаться. И сегодня в конце, да, это случилось. Чтобы терапевтический процесс случился, между клиентом и психологом должно быть доверие. когда клиент приходит к психологу, то у психолога доверие сразу безусловно. Это такая наша ценность работы. Да, я доверяю тебе безусловно, я готова тебя услышать, я здесь для тебя. А у клиента совсем все иначе. И для доверия нужно время. И я вижу, что мы только-только начали. И это доверие должно еще установиться, чтобы был действительно такой хороший, глубокий, плотный контакт. Сегодня в никаком настроении, в очень нейтральном. Как будто ни в хорошем, ни в плохом. Хочется укутаться в черную одежду и потеряться в городе. это и не плохо, не хорошо. Просто чуть-чуть подустал. Нет, четвертой сессии определенно могу сказать, что происходят изменения. Но я как будто все еще на третьей, если честно. Я все еще на третьей. Потому что очень важно работать с материалом, который ты получаешь. У меня приоритеты расставлены так, что работа на первом месте, а на каком я, непонятно. Вот поэтому сегодня я очень приехал никакущий вообще. Я на таком уже, как будто на стадии выгорания. Не хочется так думать, потому что вроде все прикольно получается. Но я как будто начинаю подгорать от количества, которое не убавляется. Я отказываюсь от проектов, отказываюсь, отказываюсь. Все равно их становится все больше и больше. Грех жаловаться, но я все равно как будто пожить хочу. Пожить хочется. Подразобраться со своими демонами какими-то. Поэтому честно признаюсь, домашнее задание не выполнено, можете ставить двойку. Добрый день. Привет. Я не сделал домашнее задание. Доехал в целом. Да, в целом. Хотелось очень. Я не нашел вообще свободного времени. Что-то как-то устал очень. Я вообще себе не принадлежу как будто. То есть грех жаловаться, конечно, что есть много работы, но я не понимаю, зачем я это все делаю. Просто вообще нет ни секунды времени на себя, на здоровье, на творчество даже уже. Я что-то перестал понимать вообще, что происходит, для чего я это делаю, не перебарщиваю ли я вообще с тем, что я на себя беру, для чего это мне вообще надо. То есть вопросов на самом деле скопилось достаточно. Все прикольно, все круто. Я занимаюсь тем, о чем мечтал с самого детства и продолжаю мечтать, но я что-то перестаю понимать вообще, где во всем этом я, где время для того, чтобы на свидание сходить, на маломальское какое-то, кино в конце концов посмотреть. А у меня все забито на самом деле так сильно и везде надо быть очень многозадачным. Пока я еду с одной съемки на другую, мне надо в чате что-то со всеми согласовать, что-то придумать, что-то сделать параллельно одно, другое, третье. И мне всегда это нравилось. и нравится до сих пор. Но ощущение, что я вот загорелся недавно, очень сильно, несколько месяцев назад, и как будто бы слишком много на себя взял. Вот в момент, когда я перестал бухать, у меня появилось очень много энергии. Я такой, ну давай ее куда-то направлять. Меня стало много опять в пространстве. Много идей, здорово. ну как же ненадолго меня хватило. Я просто сегодня встал такой, ехать в город сколько, полтора часа. да такое. Мне вообще подходит, например, что ты без энергии, что ты пустой, что ты, ну неохота, значит, неохота что-то делать сильно, домашнее задание, а на себя-то времени нет. Мне как-то... Ну не знаю, мне кажется, это неправильно все, небережное, это отношение к себе так или иначе, для чего, все это тоже непонятно. Мне весело в процессе, мне нравится, это всегда придавало мне очень много энергии. Чем больше я делаю, тем парадоксально у меня больше энергии, потому что я чувствую себя круто, я реализовываю свои идеи, типа я живу жизнь мечты, ну что тут жаловаться. Но в какой-то момент просто такой обоживаю пожить. Я был недавно в... ну типа в отпуск ездил на недельку, у меня вообще нет ощущения того, что я отдохнул, то есть мне всегда это помогало, я сейчас возвращаюсь, думаю, теперь и это какая-то рутина, неужели это... Нет, нет, не забирайте у меня самое дорогое. А сейчас такое настроение, типа полежать с подругой фильм посмотреть какое-нибудь хотя бы, вообще не могу. Я недавно ко мне приезжала подруга, я очень ждал встречи, мы в целом в хороших взаимоотношениях, мы дружим и спим. Она приехала, я себя так ебанно почувствовал, вообще просто непонятно. В каком смысле? Мне было так... Не знаю, мне просто стало неприятно очень, от самого факта, что я позвал человека, а ничего дать вообще не могу. То есть и это начало превращаться в раздраженность. Раньше я подумал, что она меня бесит, а я понимаю в этот момент, что меня раздражает то, что я сейчас должен ей честно сказать, уезжай, пожалуйста, ты же видишь, что что-то не так, ты же чувствуешь, что что-то не так, и я лежу такой, а что я не понимаю, вот это усталость по ходу делала вообще. Прости господи, мы недавно съездили в стрепуху с друзьями, откуда всегда можно забрать пару подруг, клево провести время, я приехал, накидался и такой нахуй я здесь. Я думал, что будет весело, как раньше, а я очень давно там не был, но я убедился, что зря я приехал и уехал. Ну вообще вот какой-то такой у меня вайб старика, я не знаю, причем такого душного, скучного старика, который устал работать и очень хочет обниматься, вот это вот все, очень хочется такого, если честно, мне некому, типа, по-настоящему некому с кем-то этим об этом помолчать, я бы так сказал. а кому скажешь, даже из близких друзей будет как мытье, я точно знаю, ну правда, я буду говорить, блин, я устал, хочется об этом с кем-то помолчать. Вот, вот это как раз то, что мне хотелось, чтобы ты рассказал. надо было перегореть для того, чтобы я прошел и рассказывал. Ну, нет, ты когда сегодня первое сказал, знаешь, я устал, ты это как-то так сказал, что мне хотелось просто, чтобы ты, ну, пригласить тебя поныть. Короче, это у нас сегодня комната для нытья. Эльдар пришел уставший, безжизненный, такой, такой вот. И, честно говоря, изначально моя идея была дать ему возможность отдохнуть. Я прям думаю, класс, какое крутое состояние. И он еще, ну, рассказывает про себя, что он там это не хочет, то не хочет, запроса нет, домашку не сделает. Думаю, да и классно. Вот у нас есть вот этот час, и мне очень хотелось посвятить этот час каким-то его желанием, тому, что он хочет, даже если он не хочет работать со мной, как с психологом, вот как он хочет провести этот час. Мне казалось, это важно, дать возможность побыть ни в чем. Ты еще сказал такую фразу, я сам себе не принадлежу. А можешь вот про это еще рассказать? что бы ты хотел делать, если бы ты сам себе принадлежал? Я бы проснулся без будильника. В целом, как обычно, но только по-другому немножко. Проснулся без будильника, поставил бы какой-нибудь пи***й музыки, пошел бы, покосил траву, просто покосил траву во дворе. Какие-то такие вещи, полежал бы, почитал бы, книжку, не знаю, на солнышке. На свидание, может быть, с кем-нибудь сходил. Вот этого вообще мне в целом не хватает, но это уже дело ни одного свидания. Тут вообще отдельная многочасовая тема. Никуда бы не ехал, не заходил в рабочие чатики, не думал бы о том, что мне надо, да когда мне надо сделать, по какому проекту. Просто пожить хочется просто, поделать разные ерунды, реально поделать разные ерунды. Типа, я вообще не помню, когда мы с друзьями собирались, чтобы просто так, мы всегда что-то обсуждаем, проекты, вот так далее, потому что все мои друзья, так или иначе, из сферы, все в моей команде. А ты бы хотел? А я бы хотел, чтобы мы съездили, с палатками, или пикник сделали, или там погнали делать что-то, что никогда в жизни не делали, какие-то такие вещи, избавившись от этого всего. я как бы хочу это, но я как будто уже не могу без этого, я даже предложу всем поехать, я первый начну разговор, а что у нас там, какие планы на будущее. Потому что это такая уже неотъемлемая часть меня, что я привык, что даже когда улетаю куда-то, я все равно же на телефоне. Я все равно в этих частях не бывало ни разу в жизни такого, что не беспокойте меня, пожалуйста, два дня, я буду ничего не делать. Никогда такого не было. Две потребности как будто сталкиваются. Одна потребность это не быть в чатах, а вторая быть. И они такие очень разные. Потому что я знаю, для чего я это все делаю. Я же не работаю ни на кого. Если бы я сейчас так сидел и говорил об этом в контексте того, что я на кого-то работаю и за**ался, я был бы агрессивным, злым, просто ненавидел бы себя. А мне просто обидно, что я понимаю, для чего я это делаю. А с другой стороны, не понимаю, ну, х**, так много. А сейчас обидно, что я как будто в безвыходной ситуации, потому что нет возможности сейчас сливнуть. Нет. У меня, ну, вот, ежедневная подготовка к концертам, а это не только репетиции, это там, типа, что-то. Я два дня просидел, ну, мне прислали костяк этот, скелет программы, сказали, заполни ее, типа, материалом. А что ты хочешь? Я знаю, что я хочу, я ни слова не могу в заметке написать, потому что не знаю. У меня, я там вписался в проект, где надо с песнями со звездами меняться. Я выбрал песню, мы сделали бит, я такой, в восторге. Я две недели просто ни слова в блокнот. Любое другое, да. А тут я сижу и... Какой Лондон, какой Париж, что-то... ну, мы, может, послушаем песню в таком стиле, сейчас что-нибудь, это... какой-нибудь ритмический рисунок сворую. Не получается даже своровать. Я думаю, ты... Эльдар. Какие-то такие, короче, вещи происходят. Я очень хочу. мне так, блядь, не хватает себя. Это пи***ть. Я никогда не думал. Сейчас мне радостно от того, что я говорю, но мне всегда раньше не хватало людей. Да, отъебись от меня все. Я хочу побыть самим собой. Я такой классный чувак, когда я один. А мне этого нет. Я сам себя это забрал. Вот какого себя тебе не хватает? Человек, с которым я беседую, разговариваю, рефлексирую. Какого? Какого? Очень спокойного, домашнего Эльдара, который, ну, вот в этом состоянии. Дай мне завтра два дня я вернусь счастливым и охуевшим. Ты говоришь, я буду сидеть в чате. Не-не-не, именно дай мне два дня без чатов, типа. Вот хочу ничего не делать. Ничего не делать. Раньше было очень страшно от этого. Я не мог раньше отдыхать. Я научился. Думал, как люди вообще... Я раньше думал, как люди вообще спят восемь часов, это же три дня. Вы сколько времени проживаете? Дайте мне сутки отоспаться, б***ь. Я бы вообще не вставал с кровати. Чисто, типа, пошел бы купить продукты в магазине. Короче, очень хочется этого всего. Я прям супер устал. Я хочу убраться в квартире. Комната. Мне нравится это выражение, что комната это отражение того, что у тебя в голове. Ну, еб***ь, у меня там бардак. Ну, я вещи не могу до шкафа донести. До стирки не могу донести. Ну, сегодня донес до стирки. Думаю, ладно, сейчас пол сгниет от этих вещей. Не могу до шкафа донести. Я просто с одного места перекидываю на другое. Хотя у меня было время прибраться, я такой, не хочу. И, соответственно, в голове то же самое. Как ты? Скажи, что-нибудь, пожалуйста, скажи, что-нибудь. Я тебе скажу две вещи. Первая вещь, которую я заметила про тебя, ты можешь мне возразить, но я увидела так. Вот ты первое, что мне сказал, что ты из***ался. И когда я пригласила тебя поныть, ты это приглашение не принял. И у меня есть про тебя фантазия, что ты вообще не очень умеешь ныть. И не очень умеешь жаловаться. Я? Не, я сейчас жалуюсь. А ты так жалуешься? Да. Я считаю, что это самое настоящее, что не на есть нытье. Я прихожу, жалуюсь, говорю, что я устал. А то, что я не знаю, то, что я сам себя успокаиваю, да блин, это же нормальная тема, потому что тяжело сказать, что проблемы, с которыми я пришел, это настоящие прям проблемы. У меня есть их решение, просто я не берусь за это. Поэтому да, я поныл сегодня, но своеобразно. И вообще желаю всем научиться так ныть, как я, когда ты можешь сразу похилиться. Почему для меня это не звучит, как ты жалуешься? Потому что твой голос не меняется. Да, ты сам не меняешься. Ты мне рассказываешь, ты как будто, знаешь, вот перечисляешь факты, но в этом нет чувств. Видишь, я как будто я привык просто, ну, как бы, если я жалуюсь, я все равно, вот, каждое предложение заканчивается чем-то позитивным. Вот. Правильно жаловаться это не стараться быть сильным, правильным, каким-то бодрящимся, не искать выход, а просто вот, ну, говорить как есть. Говорить это определенным голосом, да, уставшим или там грустным, апатичным. А когда появляется вот это но зато, это, конечно, уже не прожаловаться. Ну, у меня такая модель поведения, я привык себя успокаивать, у меня есть такое, что, типа, ну, ведь это не зря. Ну, вот я забался, ну, ты же все правильно делаешь, ты же себе спасибо скажешь. Я сам с собой так разговариваю, правда, это мне очень сильно облегчает жизнь, я вообще, ну, я рад, что у меня это есть в жизни. Ну, я просто забался. А можешь еще раз сказать? Ну, что, я правда заебался. Я заебался, правда заебался. Хочу, чтобы дома было уютно и царило понимание. А я один. Хочешь человека рядом? Хочу человека, да, определенно. Останься только здесь пока. Вот прям вот в этом состоянии, я заебался и хочу человека рядом. Блин. Ловушка, ебаная. Потому что в прошлый раз, когда я хотел человека, я был не уставший, я был разбитый. Чувствовал себя одиноким и думал, что меня это спасет. Неправда, это так не работает. Я очень ошибался. Сейчас я как будто готов, как бы, мне есть, что дать. Я хочу получать, типа. Но это так сложно. Смотри, какая цепочка. Ты попросил уехать свою подругу, потому что тебе нечего ей дать. Я попросила тебя пожаловаться, но ты заканчиваешь свое предложение каждое каким-то пи***вым выводом. или таким, знаешь, но, зато. И для меня это все про твое одиночество. Что как будто ты не можешь быть другим, разбитым, уставшим, вымотанным, высосанным. Не, могу. Можешь? Могу. в прошлый раз это даже мне честно сказали, что я был настолько вымотанным, что пару вечеров было, когда мне сказали, Эльдар, ты превращаешься в вампира, в энергетического. Ты уже вот говоришь, жалуешься, и мне плохо очень становится. Слушай, а когда я предлагаю тебе пожаловаться, что такое происходит между нами, что ты начинаешь сам себя бодрить? Да, я просто так привык. А когда я тебе говорю, что можно, ну, со мной здесь сегодня можно только жаловаться, что с тобой в этот момент? Вообще, я стараюсь. Я стараюсь. Ну, просто потом, есть поток в голове. Я не подбираю слов. Да-да-да, я понимаю. Я сейчас, чтобы ты понимала, настолько не подбираю слов, что я матерюсь больше, чем во всех предыдущих сессиях. Я очень сейчас стараюсь не материться в кадре. А сейчас это просто поток. Вот как у меня в голове, так и есть. И поэтому я жалуюсь. Я жалуюсь. Но, но, блядь, но вечное но. Во, знаешь что, я тебе сейчас скажу. Ты так жалуешься, что мне не хочется тебе сопереживать и сочувствовать. Потому что ты в конце сам себя бодришь. Ты говоришь о том, что тебе не хватает с парнями ну вот простого какого-то разговора, знаешь, ну, о том, как ты устал. Да? И тут, мне кажется, это похоже на то, что ты делаешь в своей жизни. Ты жалуешься, но в конце заканчиваешь, но в целом все охуенно. И тогда я не присоединяюсь к тебе. Блядь, мне нравится такая позиция. Я не понимаю, что плохого в том, что я подбадриваюсь у тебя в конце. Я просто так привык. Потому что пока я говорю в этот момент, я начинаю понимать, что все не так плохо. Вот и все. Просто Лина так сегодня набросилась на меня с этим, как будто бы я что-то катастрофическое делаю. Мне кажется, наоборот, это здорово. Это мне помогает здесь и сейчас. Так как будто всегда было. Я впервые к психологу нормально пошел в этом году. Все эти годы я сам себе помогал. Наверное, оттуда эта привычка. Не знаю. Ну вот я сказал, чего мне правда по-настоящему не хватает. Я бы вот это продолжил говорить. Я не знаю, почему я не могу вступить, найти или что. Я не ищу никого. Но при этом я перестал тусоваться вокруг кучи каких-то потрясающих девчонок. Мне никто не нравится дальше просто повеселиться. Хотя у меня были мысли в начале этого года, что был инсайд по поводу того, что это не я не могу найти достойную девушку, это я не достойной девушки. Было у меня такое открытие, как раз, когда я разлагался от спирта. А сейчас вот этого не хватает, ну а я такой, ну нет, не ищу, оно само придет. Блин, где оно? Оно что, безногая нахуй, почему оно не приходит? Ну, в смысле, это чувство. Не понимаю, блин, я вообще сегодня ничего не понимаю. Как будто все на меня свалилось, и весь мир упал на этого человека, б***ть. Слушай, расскажи больше про это состояние, вот именно про состояние, вот когда мир на тебя свалился, вот какой ты под этим миром? Я привык, что я просыпаюсь, и мне клево. А последние дни я просыпаюсь, я ничего не хочу вообще, ничего. Я хочу, чтобы меня оставили в покое, я устал, мне в голову ничего нового не приходит. Апатичность невероятнейшая просто. Хочется, нифига не хочется. Хочется оказаться в другом месте. Ты знаешь, в каком-то новом месте. Чтобы там не было чего из этого места? Людей. Каких? Всех вообще. Ты хотел бы один оказаться? Да, где-нибудь, знаешь, какой-то домик красиво все и ничего вокруг. Просто хотел бы оказаться среди, не знаю, как бы дом на каком-нибудь обрыве с оху**ным видом, где тишь, да гладь, только насекомые, животные. чтобы олень вот так проходил. Я представляю вот этот свой идеальный день, когда я просыпаюсь в каком-то чудесном месте, которое создала природа. И лишь небольшой уютный домик стоит там. И все. И не души, кроме меня. я просыпаюсь с рассветом, с первыми лучами солнца, подтягиваюсь и все остальное время просто наслаждаюсь днем. Каждой секундочкой я валяюсь в траве, я коммуницирую с животными и насекомыми, которые там есть. я максимально в моменте не думаю ни о чем, не подгоняюсь, не строю планы. У меня нет телефона и ничего такого электронного, с чего можно позвонить или выйти в интернет или посмотреть время. Ничего нет. Только я и мир, и целый мир вот это было бы вот сейчас здорово. И ты бы там какой был в этом доме? Очень потрясающий, спокойный, во всем разбирающимся, знаешь, ну то есть во всех своих проблемах. У меня бы там как будто была возможность разобрать себя и собрать заново. Разобраться вообще во всем том, что я делаю так, что делаю не так. А сейчас как будто не можешь в чем-то разобраться. вообще не понимаю, что я делаю. А это какое состояние рождает? Ну это апатия, граничащая с какой-то раздраженностью даже иногда. Слушай, а как ты к себе относишься неразбирающемуся? Как тебе такой Эльдар, который нифига не понимает? Что так, что не так? Ну есть и есть. С ним как будто первое, что приходит в голову. Это что за отношения? Не знаю. Вы выздоравливай, братан. Не знаю, как это... Не торопись, интересно, правда, как ты относишься к нему. Ну я хочу поддержать как-то. Как-то помочь. Куда-то вывезти в путешествие, например. В домик к оленю. Да, в домик к оленю. С такими жуками. Жуки супер. Хочется позаботиться об этом человеке. Прикольно. Серьезно, серьезно. То есть это вообще не то, о чем мы говорили в прошлые разы. Ага, Об этом человеке хочется позаботиться. Прикольно. А раньше бухал бы каждый день. Или накуривался бы, неважно. Типа сейчас хочется по-здоровому отнестись, вывести, показать, что новое. Вольничку потом может свозить, здоровье проверить. Какие-то такие вещи. Слушай, ты с такой теплотой говоришь о себе, который в чем-то не разбирается и нуждается в какой-то поддержке. Прям так трепетно на это смотреть. Так улыбаться начинаешь, глаза улыбаются. мне приятно становится. Я такой представляю все это. И такой, блин, спасибо. Ну да, ты сказала про одиночество. Я не ощущаю себя одиноким. В конечном итоге. Я думал об этом просто постоянно. у меня всегда есть с кем поговорить. Я ощущаю себя одиноким в контексте вот именно вот таких теплых взаимоотношений, где можно пообниматься, помолчать. Вряд ли, знаешь, я там типа приеду к Андрею старому, лягу к нему на грудь. Ну, можно близость создавать. Близость можно создавать через другое, но я слышу, что тебе не откликается вот эта моя идея про близость через слова, через вот такие разговоры. Слышу, что тебе хочется обниматься с девушкой вот в этом. Да, мне хочется там, знаешь, быть прикольным, полезным, делать что-то типа... Вот смотри, опять про полезное вывезло. чёрт. Слушай, всё-таки, а вот... Мне просто приятно, когда людям вокруг меня приятно. Если я... Это мне иногда помогает, когда я себе не могу помочь. Ну, ты понимаешь, в чём я? Понимаю, но хочу тебя вернуть. Вот смотри, есть текущее состояние, в котором ты уставший, в котором тебе по большому счёту нечего дать другим людям, в котором ты запутался, ты не очень понимаешь ну, вот свою вот эту новую сборку пока не очень, как ты её можешь там выстроить. И я не зря спросила, как ты к себе к такому относишься. А ты говоришь, что ты себя в этом поддерживаешь. А хотел бы ты поддержки от других в этом состоянии? Ну да, я думаю. А какой? странно, если бы нет. А какой? Блин, я как маленькая девочка хочу ничего об этом не говорить на самом деле. Вообще, ну правда, пойми сам. Класс. А попробуй сейчас почувствовать прям это состояние. А ничего не хочу говорить. Пойми сам. Блин, дурачка. Чё? Я не знаю, зачем я это пи***л, но я сейчас начал это пропускать через себя. Я такой, ты ещё дурак. Это я не головой подумал, потому что я сам ненавижу таких людей. Смотри, но это же идёт из того же образа чувака, которому нужна поддержка. Это же тоже он. И он же не хочет ничего говорить и хочет, чтобы угадали. Да не то, что угадали. Всё же понятно. Просто ничего не понятно. Да? Я бы хотел, чтобы меня поддерживали так, как обычно поддерживаю в трудные моменты кого-нибудь я. Это подарить, я люблю дарить впечатление. И я бы хотел, чтобы меня поддерживали таким образом. На самом деле часто получается так, что словами меня трудно поддержать, как будто бы. Когда мне говорят всё хорошо или когда меня хвалят, мне вообще плевать, потому что я такой, ну я знаю, зачем ты это говоришь. Меня разговоры, наверное, поддерживают только, когда человек делится каким-то своим опытом, какие-то интересные вещи рассказывает. А когда просто говорят, да ладно, да крепись, всё будет здорово, я за тебя молюсь, мне так вообще наплевать, это вообще не знаю. Ну вот впечатление здорово. Любые, просто как же клёво, когда ты никого не ждёшь, например. Те приезжают, тебя забирают и отвозят делать какую-нибудь чушь вообще любую, весёлую, или отвозят в красивое место, которое рядом с твоим домом, а ты даже не подозревал об этом. или просто на душевный разговор туда, где спокойно и тихо. Что-то такое, что-то такое здорово. Я знаю, что я хочу, вот, чтобы за меня всё решили, всё сделали, как наконец-то. Вот это вот, чтобы я, как ребёнок, я хочу вот, как ребёнок, просто, чтобы меня поводили по развлечениям каким-то, чтобы что-то показали, вот это вот всё, мне хочется, вот почему, мне кажется, поэтому я сам к себе так отношусь, я хочу, чтобы кто-то обо мне поухаживал, вот. Слушай, столько энергии стало, ты прям это, хочу. А я понял просто, я такой, вот, хочу, чтобы кто-то позаботился о человеке. Слушай, офигенно. Типа, что-то такое, а такое я испытывал только в отношениях. Ну смотри, вот мы сейчас выяснили, чего ты всё-таки хочешь, и в этот момент ты был супероживлён. Да, то есть, если ты пришёл такой, ну, на низкой энергии, то когда ты выяснил, что бы тебе помогло, ты прям это. Что будем с этим делать? Как всегда, ничего. Как скажешь. Не знаю. Нужно время. Опять же, это интересная мысль, с которой мне нужно разобраться, когда у меня будет время на себя. Мне как-то так жаль сейчас стало, что нет этого времени. Да сейчас появится. Смотри. Я в Питер вот поеду между концертами, и ничего не буду делать, например. Ну там, типа, лептиться может быть. Слушай, ты суперсобственный утешитель. Даже нет возможности у меня... Извини. Нет, нет, нет. Я здесь не про себя, как про Лину, а про твой способ, что если у тебя нет отношений, то как будто ни у кого нет возможности о тебе чуть-чуть позаботиться. потому что ты все остальное, я не знаю, какое ты в отношениях, да, но все остальное ты делаешь сам. И тогда, когда ты не в отношениях, то как будто тогда и нет возможности получить какую-то другую заботу. Типа, все, колодец пуст, источник только один. Это представь, как если бы была только одна заправка в мире. я не вижу, что у нас сегодня был какой-то контакт, как... Ну, это был такой очень контакт на поверхности. Ну, мы как будто бегали по мелководью, там иногда плескались, но глубины в этом не было. Мне было, в свою очередь, интересно наблюдать за моментами, где у него поднимается энергия. Это когда он рассказывал про свою детскую часть и что ему хочется, чтобы кто-то позаботился. И я думаю, прекрасное поле для терапии, здравствуйте. Ну, то есть я с этим работаю, это мое поле. Когда клиент хочет, чтобы кто-то позаботился, я говорю, привет, я готова о тебе позаботиться. Он говорит, а мне здесь не надо, мне надо вот там. А тут, а тут не надо. Но это для меня и есть главное. Я ему привела пример с бензоколонкой. Как будто есть только одна на свете бензоколонка. Он говорит, хочу бензин только вот оттуда, а отсюда не хочу. Но ему это неинтересно. Ему было неинтересно, что я предлагаю или какие-то там мои наблюдения. Я с уважением к этому отношусь. Но тогда я бесполезна. Я недаром сегодня пропихиваю прям тебе идею отсутствия теплого контакта между нами. Я прямо как взялась держать вот этот фокус. Я так его и держу. И я сейчас больше понимаю, что держу я его совершенно верно. Потому что ты думаешь, что в отношениях ты получишь то, что ты хочешь. и это может быть так и есть. Но просто у меня нет опыта узнавания тебя в отношениях. Но ты не получаешь ничего, что мог бы дать тебе этот мир. И я в частности. Я с самого начала пригласила тебя поныть. Про тепло. Потому что у меня оно было. Мне хотелось что-то тебе дать. но ну как бы но это не нужно. Да, это не актуально. Ты все делаешь сам. Но тогда не имея отношения и нет возможности наполниться. Нет друзей, нет кого. Не знаю. Мне нравится так. Мне нравится, что я могу поддержать тебя. Это супер важно. Безусловно. Он научился этому способу. Этот способ очень полезный. Он также говорит о том, как устроено одиночество клиента. Если он не выбирает, например, сегодня я хочу жаловаться. И он только жалуется. А сегодня мне важно не сваливаться в какое-то состояние. Я буду себя поддерживать. Если такой выбор есть, окей. Но здесь я не вижу, что у клиента есть выбор. Точнее, что он делает этот выбор. Он как будто все время выбирает только одно. Это себя поддерживать. Но за этим обычно стоит одиночество. И мне кажется, что я не зря раз за разом поднимаю эту тему одиночества. потому потому, потому что я вижу, как меня Эльдар с собой не берет. То есть нет какого-то взаимодействия между нами. Есть он один и я, которая что-то пытаюсь сделать. Это не значит, что он делает что-то плохо. Это значит, что он делает то, что он привык. и для меня это показывает, как устроено его одиночество. Но он у меня не запрашивает. Лина, посмотри, как там устроено мое одиночество. Он говорит, я хочу отношений, но у меня их нет. И для меня это все срастается. Думаю, приветики, вот как ты строишь одиночество. А вот твой запрос. Да, у меня нет отношений, точнее, вот твоя потребность. Ты говоришь, хочу отношений. Но можешь ли ты строить эти отношения вообще не только с женщиной, которую ты выберешь, а вообще с миром? Да, когда ты все сам. Ты сам себя, ты сам пожаловался, сам пожалел. Ты сам разозлился, сам поругал. Ты сам чего-то, сам того-то. И в этом нет тогда отношений. У тебя отношения только с собой. Может быть. я думал об этом в принципе. Но не в этом контексте, как сейчас, а про то, что так комфортно. Просто раньше вообще по-другому было. И я начал учиться самостоятельности. И может быть сейчас просто я на другой крайности. Не знаю, в какой момент это произошло со мной. Или знаю. Или знаю. Знаешь? Знаешь? Да. Я вспомнил, почему на самом деле, в какой момент я в своей жизни стал таким самолечущимся, так скажем. И вспомнив весь этот опыт, стало чуть радостнее мне. Когда я прожил заново это все, и понял, что в конечном итоге, там, где я думал, что я проиграл в эту, если можно назвать, игру, я на самом деле вышел победителем и более счастливым человеком. Слушай, я очень тогда уязвимым попал к человеку, которого, казалось, знаю всю жизнь. И было так здорово первое время. Я сам себя нарисовал все таким ахренным. Так классно. Вау. Я разбился по итогу свою собственную уверенность в том, что я чувствую людей, например. Во всякие такие вещи. И там понял, что надо выбирать себя, типа. Бывает тип людей, которые нужны один раз в твоей жизни для того, чтобы тебя научить и ты больше такого рода людей не будешь к себе подпускать, которые качают тебя сильно на качелях на эмоциональных, которые сводят с ума как это называется? Газлайтинг. Да, вот это вот все. то есть, прикинь, я попал в абьюзивные отношения, я не знал, что так бывает. Я думал, это про мужиков, которые что-то со своими женами делают. Это одинаково. Да, да. Мне самое стрёмное было, прикинь, когда мне, мне же все что в Москве, что в ее городе говорили, а не лезь туда, тебя убьет. Я такой, да нет, со мной по-другому будет, вы что, я же, блин, разбираюсь в дружбе, я дружу с бывшими, у меня ху**ная фэмили, блин, сейчас покажу. И пи**ец, конечно, мне столько спойлеров было, и все сбылось, типа, я просто от своей глупости в конце, что, ну, ты чё, на чё ты рассчитывал. На мне было обидно за то, что я так эгоистично всё это не слушал, и думал, что я особенный, что со мной так не будет, вот я приду, покажу человеку, как классно, как здорово, как можно даже, там, если, или когда мы расстанемся, быть потрясающими друзьями, как это сейчас происходит, я столько всего нарисовал, там вообще, ну, я не знал просто, прикинь, ну, насколько это контрастное было чувство, когда ты влюбляешься в 27, как в детстве, это было просто что-то невероятное, я не знал, что такое может, в принципе, произойти, я думал, что оно только первый раз так происходит, и как сильно было больно падать, я очень быстро оттуда отошел, потому что, я очень долго обычно отхожу от отношений, а тут я быстро отошел, потому что, я весь пи**ь внутри переживал, и понял, что это не настоящая любовь была, а просто игры двух эго, очень сильных, очень сильных. Ты сказал, что ты разбился? Да. А что это? Какое это состояние? Ну, абсолютно пустота, я плакал очень много, я обычно не плакал в целом жизни, ну, то есть, там, несколько моментов в моей жизни было, когда я мог заплакать, а тут прям постоянно это происходило. Но я иногда, возвращаюсь и чувствую, что что-то не закрыл как будто бы, чуть-чуть, как будто же обидная все равно история получилась. Я тоже был пи**цем. Я спал с другими девчонками, чтобы погасить в себе чувство какой-то ревности. Я впервые в жизни это делал. Я такой, е**ть, ты конченый. Потом смотрю всякие видосы про психологию, измен, и такой, это про меня. Я потом, ну, там, там был, там столько историй, я никогда, ну, никогда не рассказывал, как я. Я признался ей в этом. Она расстроилась. Потом я подстроил переписку, б**ть, таким образом, что как будто бы я это вообще придумал. Ну, короче, это пи**ец. Я вел себя как ребенок. Потому что я не понимал, мне оно надо, не надо. Я, ну, у меня, е**ть, сколько заметок. Я не войду в дневник, но тогда я вел дневник в телефон. Типа, мне страшно это перечитывать. Вообще, там, другой человек, б**ть, там, абсолютно другой человек. Абсолютно слабый. Мне было плохо, но зато я чувствовал себя живым. Какой ужас, б**ть, какой ужас. Ну, типа, мне было жалко от самого себя, понимаешь? Вот там, вот там, там я мог поныть. Х**ть мне сейчас ныть, когда все доза**ть на самом деле. Слушай, а что ты к себе так относишься? Почему вдруг ты начинаешь так жестоко относиться к себе тому? Да пошел он, это не я. А кто? Чужой мальчик? Да. Прибежал, насрал, убежал. Это человек, который сам себя обманывает просто в тот момент. А в чем ты себя обманывал? Вот смотри, у меня со мной сейчас что происходит? Почему я начинаю тебя панировать? Потому что я прониклась той частью, и она была настоящая. И я смотрю сейчас, как ты себя мочишь. Да, и я начинаю вставать на твою защиту. Я сейчас тоже настоящий. Конечно. Каждый этап жизни. И тогда был настоящий. Почему ты себе тут нравишься, а там ты себя мочишь? Я себе там тоже не нравился. Это была вечная борьба с человеком разумным, который говорит, беги, блядь, у тебя все вокруг, говорит, беги, блядь, ты просто гуляешь по полю из красных флагов с самого начала. Типа, все не так, все было не так. Но это не помогает. Я там себя мучил очень сильно, понимаешь? Я очень сильно себя мучил. Я издевался над самим собой, поэтому я не люблю этого человека. Но с тобой выходит время, и я задам тебе последний вопрос. Каким сделали тебя эти отношения? С тех пор я взял курс на полюбить себя. Раньше все во мне нацелено было на людей. Никого не обидеть, сделать вопреки себе, но зато для какого-то человека. И там внутри я понял, что это совершенно неправильно, что нужно бережно относиться к себе и любить себя. Иначе как ты сможешь коммуницировать с миром? Это будет обманом большим. Это большой обман, когда ты для всех, но не для себя. И это самый важный урок, который я там взял на вооружение, скажем так. И я стал определенно счастливее, когда вышел оттуда, потому что понял, что все, по большей части, от меня больше зависит. я больше не думаю о том, что если я несчастлив, то отношения сделают меня счастливым. Ни в коем случае. Это обман. Мне больше не нужна вторая половинка, потому что мне нужен целый человек, как бы это ни прозвучало. Это тема вообще, про которую я могу сто тысяч лет разговаривать, потому что богатый опыт теперь. Богатый опыт, да. Я посмотрел, как будто на отношения с еще одной стороны. Это, конечно, вау. Ну что, на сегодня останавливаемся. Да. Го. Го. Эльдар приехал сюда на работу. Сегодня он совершенно точно приехал на работу. И его работа это поговорить с психологом. А он очень устал работать. Ему не хотелось работать. Это не имеет вообще никакого отношения ко мне, к проекту. Но работать он устал. Вот. Поэтому невозможно быть в терапии там, где ты работаешь. Терапия это все-таки внутренний глубинный запрос. Поэтому я не знаю, что взял для себя Эльдар в свою жизнь с нашей сегодняшней работой. Была ли я на своем месте, на месте терапевта, да, была? Совершала ли я работу психологическую? Да, совершала. Что он с этого взял или не взял понять о ними? Может быть, он сейчас там выдохнул и такой, фух, рабочий день кончился. Класс, поеду наконец-то домой. И это тоже окей. Я пришел уставший, я ушел таким же, потому что мы начали резко другую тему обсуждать в какой-то момент. Но то, что манное строение сдвинулось в более позитивное, это факт. Так правда произошло. Для меня это такое, да, вот, я стучусь, тук-тук-тук, а оттуда вот это так сложно объяснить, он вроде бы, он все делает, он не прячется намеренно, то есть он намеренно что-то плохо не делает. Но нет ощущения какой-то сопричастности. И все-таки терапия это про внутреннюю мотивированность приходить и рассказывать что-то конкретному человеку. Тут на второй сессии у меня было такое ощущение, сейчас этого ощущения нет. И тогда я чувствую, как и моя мотивация теряется. Да, я становлюсь все более безразличной. И это тоже симптом. То есть вот оно поле для терапии, но я не могу проводить ее одна. с мотивация с мотивация